Доброго денечка! Не знаю, я вас развеселю, напугаю, заинтригую, но я сама была заинтригована, когда прочитала, что по всяким там последним, опять-таки, исследованиям Библии и прочее, и сложения каких-то цифр, получается, что 24 июня в этом году это возможность очередного какого-то конца света. А это мой день рождения. Да что ж такое в самом деле? Вот поэтому мне сама было довольно забавно почитать такую информацию и представить, как я отмечаю свой последний день рождения. Прямо скажем, весело и с шумом, если что-то произойдет. А на самом деле я как-то очень давно не читала никаких новостей таких планетарных и решила зайти на сайт, который называется «Новости планеты». Если вы наберете в гугле, вы сразу на него попадете. И с удивлением увидела, что там не столько политические новости, кто кого подсидел, кого избрали, кого не избрали, а именно такие планетарные новости о каких-то катаклизмах, которые где-то происходят, о том, где там видели НЛО. Причем это не какие-то паранормальные новости, это именно новости планеты. И это заставило задуматься. Мы немножко живем, как в той сказке, помните, где мальчик пас коров в лесу? Ну или не коров, не помню кого. И периодически от скуки, наверное, кричал «Волки! Волки!» и односельчане прибегали спасать его. А потом уже перестали это делать, потому что уже предполагали, что ничего страшного не произойдет. И на самом деле пришли волки. И, естественно, все это закончилось плачевно. Так и у нас как-то здесь на планете Земля мы уже привыкли к этим фильмам, к этим бесконечным прогнозам про катаклизмы, про то, что все кончится плохо. Хоть бы один сказал, что кончится все хорошо. Нет, все кончится плохо. Или нас затопит, или астероид, или планеты не беру, или там еще что-нибудь прилетит, или вирусы, или... И мы перестали в это верить. А на самом деле, вообще-то, мне кажется, что на самом деле приближается какая-то нехорошая штукензи. И этой информации так много, и она действительно потерялась. И даже все эти фотографии и видео, снятых НЛО, которые уже тут шныряют, практически каждый день, как самолетики летают. Мы уже тоже отмахиваемся, потому что часть из них, безусловно, какая-то очевидная фальсификация. Но я думаю, что процентов 10 все-таки там есть какой-то правды. А нам хочется думать, что мы вот такие люди, мы здесь единственные, мы живем, и ничего не произойдет страшного, и будем жить всегда. И оглянитесь, как поменялся мир, что происходит с природой. Какие-то действительно... Я не знаю, поменяется этот магнитный полюс, Земли не поменяется, но если что-то подобное произойдет, то, естественно, это тоже будет сопряжено с какими-то наводнениями, по крайней мере. А я живу у моря. Латвия находится в море. И на 50-100 километров придется куда-то спасаться, если успеешь спастись. У меня один раз был такой сон. Совершенно ни о чем не думала и приснила, и что я выглядываю из окна своей квартиры. Она находится не на первом этаже, и вижу, как снизу вот плещется вода где-то до уровня второго этажа. Хотелось бы, конечно, быть каким-то контактером, чтобы можно было бы на самом деле получить информацию от кого-то и передать людям, потому что... Чтобы хоть кто-то спасся. Но, увы, слушаешь только других тех, кто проводит разные прямые включения, трансляции с инопланетянами, с такой-то системы, с этой системы, с другой системы. И думаешь, или он псих, или на самом деле человеку дано такое вот откровение о том, что делай то-то, или делайте люди то-то, и будет вам мир и счастье. Мне кажется, мы уже, что бы ни делали, уже ничего хорошего не будет. Все-таки, по большей части, мы такие неразумные дети, которые сами не ведают, что творят на этой бедной планете. Мне ее искренне жаль. Она прекрасна, и этот мир прекрасен, и хотелось бы, чтобы это все было всегда. Но мы сами видим, как мы губим природу, что происходит, и, может быть, какой-то плохой конец, это на самом деле ну как-то вразумит оставшихся в живых, и хоть какое-то время они будут вести себя по-человечески. Вот так вот. Такое вот у меня интересное, на мой взгляд, видео, потому что неожиданно. Оно вот просто на самом деле как-то меня зацепило вся эта информация. Я не ожидала, что на этом новостном портале будет столько всего такого, которое можно отнести только к паранормальным новостям, а на самом деле оказывается вокруг нас что-то уже, тут тарелки вылетают, сегодня буквально из Солнца вылетела какая-то тарелка. Все это заснято на видео, сейчас же есть все эти технологии на официальном каком-то сайте, где спутник снимает, постоянно фиксирует, что происходит с Солнцем. Еще где-то там нашли какой-то корабль пришельцев, еще что-то где-то. В общем, что-то случилось такое, что эта информация сейчас льется отовсюду. Можно закрыть уши, не слушать, не смотреть, можно принимать ее во внимание, хотя, конечно, мы как маленькие муравьишки, что мы можем сделать в своем большом муравейнике. Надеются, что мимо не проедет какой-то самосвал пришельцев и не разрушат этот муравейник до основания. Оставлю на всякий случай под этим видео ссылку на этот новостной канал. Вдруг у вас тоже, так сказать, появится интерес посмотреть и удивиться, оказывается, в каком мире мы живем. Всего хорошего. Пока-пока!